МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Поддержка эвакуированным шебекинцам и грайворонцам идет со всей страны, от Сахалина до Ингушетии. И даже из Запорожья, где тоже сейчас непросто, пришел груз. С первых дней масштабную гуманитарную помощь оказывает фонд «Поколение» Андрея Скотча. Машины тоннами доставляют все необходимое в наш регион. Одна из таких партий прибыла в Старый Оскол. Ребят, ну что, начнем? Начнем, да? Давай. На разгрузку трех машин от фонда «Поколение» у студентов из Тейни-Тумисис ушло минут 40. Именно тут, в микрорайоне Макаренко, находится один из трех пунктов выдачи гуманитарки. В коробках полотенца, мыло, постельное белье, носки, памперсы, бытовая химия, средства личной гигиены. Словом, все то, в чем нуждаются люди, бежавшие от обстрелов. В общей сложности фонд привез 20 тысяч наименований предметов первой необходимости. Это наши крупные оптовые поставщики, которые сформировали наш заказ по заявкам фонда временного размещения. Шесть тонн гуманитарной помощи здесь находятся. Чтобы люди понимали, что все-таки они не брошены, они не одиноки, что мы одна большая семья, семья Белородчины. Потому что, наверное, чужой беды не бывает. Для руководителя депутата Государственной Думы Андрея Вячеславовича Скотча, руководителя фонда «Поколение» Конечно, забота о людях – это заложено в его изначально философии фонда. Помогать людям быть максимально рядом, быть максимально полезными. Чтобы выиграть время и поскорее доставить помощь, в начале фонд «Поколение» организовал процесс в ручном режиме. Затем выстроил логистические цепочки, и сейчас поток грузов по запросам ПВР идет практически беспрерывно. Чтобы помощь получалась адресной, стараются учесть все пожелания людей в пунктах временного размещения. Сейчас в 11 ПВР Старого Оскола около тысячи человек. И вещи, которые разгрузили на централизованном складе «Фок» Миссиса, шебекинцы и грейворонцы начнут получать сразу же. Причем и те, кто находится у родственников или сам снимает жилье. Помимо того, что сразу везем какие-то вещи на ПВР, но сегодня еще и открыли пункты выдачи гуманитарной помощи. Постарались сделать это вот в такой логистике, чтобы это были разные части нашего города. Это новый город, центральная часть и юго-западная часть тоже. И сегодня мы встречаем порядка, например, день до 130 человек, которые приходят получать помощь. И для нас сегодня получение вот такого груза, это практически позволит тысячу человек обеспечить. Для нас это колоссальная помощь сегодня. Огромная благодарность от всей администрации и вообще от всех, кто сегодня находится на нашей территории, Андрею Владимировичу Скотчу в первую очередь, потому что всегда в любой ситуации, в сложной или в радостной, всегда фонд поколения находится рядом. Когда мы вместе, мы справимся с любой бедой. Гуманитарную помощь беженцы из приграничных регионов могут получить в микрорайоне Макаренко, ФОК Миссис, в общежитии ГРТ на Ленина и в управлении соцзащиты. В микрорайон интернациональный. А помощь от фонда уже идёт и в другие районы региона. У поколения чужой беды не бывает. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал. А скольчан, которые хотят поддержать жителей Шибекина и Грайворона, ждут в пункте сбора ТЦ Баше. Здесь с 10 утра и до 8 вечера дежурят добровольцы. Когда я лично помогала здесь, в Баше, люди плакали, когда рассказывали свои истории, как они выезжали из, допустим, Шибекина. И я прочувствовала всю их боль. Эвакуированным жителям приграничных населённых пунктов необходимы продукты и вещи, предметы гигиены и бытовая химия. Есть нужда в постельных принадлежностях и полотенцах, домашних халатах. Вещи принимаются в хорошем состоянии. А сейчас объявление. Администрация Старого Оскола просит откликнуться жителей округа, которые принимали участие в строительстве Байкала-Амурской магистрали, БАМА. Их хотят наградить юбилейной медалью 50 лет Байкала-Амурской магистрали. Сведения о таких тружениках необходимо направлять в отдел по взаимодействию с НКО администрации округа на электронный адрес Семейный фестиваль ГТО прошёл в Старом Осколе. За право представить Белгородчину на Всероссийском фестивале в Санкт-Петербурге соревновались команды 16 муниципалитетов региона. Наш следующий репортаж со стадиона «Труд». Готовые к труду и обороне жители области заполнили стадион за час до начала фестиваля. В этом году из 22 муниципалитетов участвуют 16. Каждая команда прошла отбор на поле сильнейшие. Старый Оскол представляет многодетная семья Галиулиных. Сборная мама, папа, младший сын и бабушка. Средний сын. Он занимался изначально хоккеем. Ходили полтора года. После у нас была секция по лёгкой атлетике. Дальше мы шахматы начали ходить. И совместно с шахматами мы также занимаемся лыжными гонками. Семейство Логвиных из Белгорода к фестивалю готовилось. Все занимаются спортом. Папа у нас бегает, мама у нас пробует бегать. Дети плавают, футбол играют. А бабушка? Бабушка тоже бегает. Участников семейного фестиваля ГТО приветствовал глава администрации округа Андрей Чесноков. Здоровый образ жизни – это философия всех белгородцев. Желаю сегодня вам яркого спортивного праздника, замечательных впечатлений мира нам всем. Добра, благополучия. Добро пожаловать в Старый Оскол. В программе несколько видов из комплекса ГТО для каждой возрастной категории. Сегодня наклон. Все участники начинают с наклона. Потом они переходят на поднимание туловища, простонародный пресс. Потом прыжок в длину с места. Упражнения на силу. Сгибание-разгибание рук. Упорье лежа. Подтягивание на перекладине. Затем они выполняют бег 60-30 метров. И самый заключительный вид – это плавание, плавать на бассейне. Плавают 50-25 метров. Уже второй год подряд Старый Оскол принимает гостей со всей области. Выбор не случайен. Во-первых, наш город – настоящая спортивная столица Белгородчины. Во-вторых, в условиях СВО большое значение имеет безопасность участников. Ситуация, которая сейчас складывается на территории Белгородской области – это несколько факторов. Во-первых, удаленность от Белгорода. Во-вторых, соответствующая материально-техническая база. И в-третьих, кадры, о которых мы сказали. То есть есть судьи подготовленные, есть люди, которые занимаются управлением в сфере физкультуры. То есть соответствующее управление готово принимать жителей наших муниципальных образований и провести на достойном уровне спортивные мероприятия любого уровня. Победу в итоге праздновала семья Захаровых из Губкина. Они представят Белгородскую область на Всероссийском фестивале, который пройдет в августе в Санкт-Петербурге. Серебро – у Краснояружского района, а замыкает тройку лидеров команда Новоскольского городского округа. Старая Скола лишь на девятом месте из шестнадцати. Лилия Емельянова, Павел Казакевич, Симон Гречишников, Девятый канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Константин и Наталья Баденчук осознанно переехали из города в село, чтобы заниматься сельским хозяйством. Все началось с разведения лошадей. Позже появились козы. Дошла очередь и до кур. Младшая дочь Лилия помогает маме ухаживать за пернатыми постояльцами двора. И они за заботу платят ей вкусным угощением. Курочки очень яйца дают вкусные. Мы их кушаем. Они очень вкусные. Ну, я хлебом ем. Махноногие и хохлатые бройлеры и доминанты. Старосколец Иван Афанасьев больше 20 лет держит домашнюю птицу и знает, что независимо от породы, все пернатые подвержены опасному заболеванию – высокопатогенному гриппу птиц. Некоторыми из его штаммов может заболеть и человек. Летальность высокая. А помимо стандартных симптомов респираторной инфекции, букет может дополнить поражение центральной нервной системы и галлюцинации. У самих пернатых птичий грипп протекает в двух формах – острой или хронической. Первый вариант – за сутки способен уничтожить пятитысячное поголовье. Единственный выход – вакцинация. Тем более, что с начала года в 14 регионах России зарегистрировано 29 случаев возникновения высокопатогенного гриппа птиц. Один из них в январе обнаружили в Староскольском округе. Мы также осуществляем мониторинг по высокопатогенному гриппу птиц. Он включает в себя как отбор проб материала для исследования от невакцинированной птицы и непосредственно проводим мониторинг по уже вакцинированной птице. То есть наблюдаем напряженность иммунитета, наличие иммунитета. Это говорит о безопасности птицы, о защите от этого заболевания. Выявить инфекцию у птиц могут только лабораторные исследования. В Старомосколе их проводит Староскольская ветстанция. На вооружении лаборантов два современных прибора «Ротерджин». На одном планшете за раз размещаются сразу 72 пробы. Методом полимеразной цепной реакции можно обнаружить РНК вируса в патологическом и клиническом материале, а также дифференцировать высокопатогенный штамм вируса гриппа от низкопатогенного. Учитывая, что территория Староскольского городского округа по условиям регионализации установлен статус неблагополучность вакцинации, владельцам птицы необходимо проводить вакцинацию против гриппа птиц. Вакцинацию проводят сотрудники государственной ветеринарной службы. Вакцинация бесплатная. Обращаться необходимо в участковые ветеринарные лечебницы, участки, которые расположены на территории Староскольского городского округа. Подробную консультацию можно получить в Староскольской ветстанции по адресу улица Ленина, 129, телефон 4456-42. Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Попробовать Камчатку на вкус легко. В Старый Оскол вновь приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Более 35 видов морских деликатесов и все нового улова. И, конечно, гастрономический бриллиант. Дальнего Востока – красная икра. Нежная, без горчинки, засоленная прямо на корабле. Тут более свежая. По сравнению с других местах, та же чавыча и икра, наиболее свежая. Да вы все знают об этом, потому что немного омега-3. Очень полезная. Для любителей рыбной продукции это настоящий рай. Каждый кусок – как на подбор. Белорыбец, сапалтус, белуга, тунец и, конечно же, королева лососевых – чавыча. Ее мясо обладает тонким вкусом и приятным ароматом. Буквально тает во рту. Берем рыбку каждый раз, когда они приезжают. Очень любим. Всей семье едим. Любим чавычу с бутербродиками. Слабосоленое. Очень вкусное. Всем советуем объедение. Приобрести дальневосточные деликатесы можно во дворце спорта Аркада. До 17 июня включительно. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Июнь – время тополиного пуха. Эти деревья в СССР активно высаживали для быстрого озеленения городов. Кроме того, считало, что в случае ядерной войны эта порода впитает радиационное загрязнение. Потом зеленых великанов планировали заменить липами и яблонями. Однако они до сих пор с нами и переносят пыльцо аллергенных цветущих растений. Но сейчас аллергиков спасает прохладная погода. И завтра тоже не жарко. 14 июня в Старом Осколе-Губкине плюс 18-20 и облачно. Ночью 16-17. К вечеру вероятен дождь. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Давление 746-747 миллиметров. Магнитное поле спокойное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова